Поэтому наша с вами задача именно, чтобы понимание, чтобы действительно у нас мы не были, чтобы мы произносили слова собственного родного языка и понимали смысл этих слов. Потому что большинство слов, которые мы произносим, мы говорим попугая, не понимаем, что за ними стоит. А вот когда мы начнем понимать, что кое-что стоит за каждым словом, вот тогда мы обретем силу. И вот как люди пробовали произнести слово «я рус», ну такого генетика соответствующая, у другого, у меня другое слово должно резонировать, у человека проходили болезни, у человека перетряхло, у меня говорили, что как-то шкура сдирается из спины, мужчина, между прочим, что когда он настроился, так и произнес, то как будто что-то содралось с его болезненно очень сильно. Оказывается, одного правильного произнесенного слова достаточно, чтобы человек стал чувствовать и воспринимать совершенно по-другому. От одного слова. А представьте, если таких слов будет много. Те же самые славяновские арийские веды. Просто если то, кто напечатал, их напечатал, им великое спасибо, но если они не в состоянии понять смысла того, что написано, это является их бедой, а не преимуществом. И им большое спасибо, что они это перевели на серверный русский язык, который большинство людей можно прочитать. Но вопрос, типа, то, что делается, то, что мне не нравится, с моей точки зрения, то, что сейчас действительно превращает превратить ведийское мировоззрение в религию, где людей заставляет тупо, бездумно повторять какие-то заклинания, какие-то славицы того или иного Бога, ну, предков наших, так сказать. Но они даже не понимают, кто и для чего составляет эти славицы. Эти славицы нужны были в ночь сварога, потому что, обращаясь к кому-то конкретно, вы знаете, что такое, когда вы обращаетесь к кому-то, что означает? Знаете, нет? Как вы думаете, что происходит? Вот вы, настроясь и обращаясь мысленно к кому-то, конечно, это не каждому удается, в зависимости от мощности у вас посыла, но если много людей обращаетесь, это уже достигает. Знаете, что происходит? Вы мысленно подключаетесь к тому, к кому вы обращаетесь. То есть, получаете своеобразную защиту от того, к кому вы обращаетесь. Забавно? Просто, конечно, объяснять это все. В те времена, когда люди были отброшены на уровень каменного века, было сложно. А вот сказать, утром встал, славицу прочитал, и все хорошо, да? Действительно, она действовала. Ну, во-первых, те, к кому обращаются, уже давно-давно имеют другие имена, потому что имена не являются постоянными, сакральные имена. В курсе об этом? Что, когда кто-то развивается, достигая следующей ступеньки, имя меняется. И оно соответствует тому уровню развития, который имеет данное существо, ну, человек в данном случае. Поэтому большинство случаев, когда обращаются к тем, к кому обращаются, к которым было 30, 40, 50, 100 тысяч лет назад, они уже не обращаются в пустоту. То есть польза такого обращения – ноль. Если когда это было создавалось, оно имело цель и смысл, то сейчас это бесполезно. И плюс, опять-таки, они не боги, они просто высшедшие на уровень творения. И об этом четко говорится в славянно-риских веках. Поэтому самое главное и самое серьезное, что действительно должно быть, это формирование мировоззрения, а мироззрение должно быть только на знаниях, не должно быть никаких религий. И сейчас пытаются, все враги пытаются превратить ведизм в новую религию, чтобы просто вместо одной глупости была другая глупость. Ведизм изначально является, изначально атеизм всегда был. Атеизм не в ульгарном варианте, как мы понимаем, понимаете? Потому что наши предки прекрасно понимали, вот даже анализ сказан, что существует множество миров, где обитают другие цивилизации, которые похожи на нас, не похожи на нас и так далее. Для них это было так же нормально, как для нас с вами, что существуют соседние города, где живут тоже люди, правильно? Понимаете, вот ведийское мировоззрение – это атеистическое, выясненное понимание этого слова мировоззрения, понимание законов природы. не только на уровне привычного плана, но на других уровнях. Потому что именно понимание, что существует, что реальность многомерна, и что эта многомерность не просто так словесна, что она действительно реальна, то это многое в чем говорит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова